Всем привет! Вы на канале Я Муравей. И меня зовут Миша, я автор канала. У меня к вам срочные новости. Вот только что поймал целую колонию муравьев. Теннаторакс и нефаскиатус. Вот матка, рабочие, расплода дофигища. Зачерпнул все, что успел. Под пнем нашел. У меня уже есть колония Теннаторакс и нефаскиатус. И она трехматочная. Как-то я думаю, что эту матку они тоже примут. Ну, я не думаю, знаю. Думаю, тут нельзя. Она может погибнуть. А это целая колония. Как что, я начну эксперимент с подсадкой матки. Открываю мою ферму. Вытаскиваю ватку. Да, сейчас я вытащу ватку, так как только что я чистил фармикарий от песка. Хотя нет, знаете. Сначала лучше вытрясу всех рабочих. Сделаю вот так вот. И вытягиваю все вот сюда. Быстренько закрываю. Там остались некоторые рабочие в пробирке, но это ничего. Я их подсажу потом. Так, эксперимент подселения начинается. Вот, там расплод есть и все, что нужно для счастливой жизни. Матка бегает так же беспорядочно, как и бегали ее предшественницы. И я так полагаю, она так же в тот угол забьется. Мда. Попробую быстренько вытащить ватку. Получилось. Пока никто не убежал. Итак, наблюдайте за процессом. Проход открыт. Прошу всех знакомиться. Дабы ускорить процесс, сделаю вот так. Подсвечу край арены, в котором уселась матка. Кажется, мои муравьи заметили чужаков на своей арене, но не воспринимают их как добычу или врага, который может нанести вред колонии. Первый разведчик пошел. Сейчас он встретится с одним из представителей другой колонии. О, они уже сносят яйца. А, ошибся. Просто разведал ситуацию. Что-то свет плохой. Пойду возьму другой фонарик. Как всегда, спасает моя чудо-зажигалочка с фонариком. У нее свет довольно мощнее. У матки сразу пошла реакция. Так. Давай я сделаю вот так, чтобы вам было виднее. Все-таки лучше так вот. Вот. Матка находится вот в этом угле. Вот она. Ее очертания вы можете видеть. Сейчас приближу. Вот она устроилась. Ну, ладно. Смотрим дальше за переселением. Эх, даже самому интересно, как они отреагируют. Матка ничего не делает. О, матки в муравейнике так переположились. Смотрите, куда выскочила. Не привыкли, видимо, к уличной тряске и шуму. Что-то муравейни брезгуют походить в муравейни, хотя знают, что это них. Посвечу на них. У моего муравейнике уже рефлекс. Как только свет, выползаем на арену. Сейчас посвечу на все активные группы муравьев. Ну, что не ползем? Тарусы. О, э, ты куда собралась? Попрошу без резкостей. Прикрою, чтобы там было потемнее. Вы посмотрите, вторая матка выползла. Пытается найти выход. Нельзя ей дать это сделать. Не хватало, очень ведомо, муравьев. Ползочек по полу. Муравьев никакой агрессии к чужой матке. Надо быстренько загнать ее обратно. Да, все идет не по такому плану, как я ожидал. Я ожидал, быстренько заползут муравейники. Они начали складировать все вон там. А где матка? Уже ли уже зашла? Или вот она? Эх, что-то запутно все. Я так понял, вот она сбоку сидит. Сейчас пересчитаю маток муравейники. Ну, с такой кучей это, конечно, будет очень сложно. Надо попробовать. Беру мою лупу. Раз, два, три. Да, все три матки там, значит, это четвертая. Будет очень интересно наблюдать за колонией. У этой колонии вообще, если одна маточная, то максимум 200 муравьев. И растут они довольно медленно. А тут аж четырехматочные. Получается 800. Интересно. Знаете, вот хочу сказать, когда я поднял пень, под... В нем, кстати, было около 15 рабочих, много довольно-таки расплода и одна матка. Получается, за год 15 рабочих? Что-то не то. Ладно. Кстати, вот эта колония, это моторок санифоскеатус, которая трехматочная, сегодня съела, к сожалению, мертвую матку. Да, прям было жалко отдавать ее. Ладно, смотрим за переселением, не будем о грустном. Вот они там поедают. Лапки можно видеть. А вот здесь вот заседает новоприбывшая матка. Вот, видно, черные контуры. Чего она там сидит, а? Вылазь оттуда. Ты должна переселиться. Не понимает. Я что, и сам брат? Муравей. Ладно. Не будем интриговать. Ждем. Все-таки сделаю вот так. Что интересно, я не заметил пакета яиц в том муравейнике под пнем. Может, просто не заметил, может, его и не было? Загадка. Слушайте, может, я там стеклом прищемила, а? Нет, не прищемила. Давайте, давайте, давайте. Все в муравейник. Мне интересно, реакция. Так, матка заползает. Чтобы вам было лучше видно, мои дорогие зрители, уберу этот кусочек. Так, матка в муравейнике. Посмотрим, как ее встретят. Вот так вот встречают чужую матку. Я же говорил, не будет никакой агрессии. Осталось только, чтобы ее рабочие занесли расплод. Они обнюхивают одну из новых повелительниц. И не проявляют агрессии. Это просто замечательно. Эх, жалко, камера не может приблизить больше. Муравьи мелкие очень. Муравьи мелкие очень. Такое ощущение, что они хотят выгнать из муравейника, что ли. Но явно агрессии нету. Есть только подозрительность. Уже хорошо. А, вот где вторая матка. А я ее найти не мог. Она просто спряталась за бугорком. Но явно видно, что эта матка не своя. Свою матку они так бы не стали. Но они ее не жалят, не кусают. Они ее проверяют. А она делая вид, что... Ну, короче, не делая вид. Она, говоря им своими феромонами, что не хочет нанести никакой агрессии и вреда их колонии, освобождается из их жвал. Вон, половина муравьев от нее уже отстали. Конечно, это большой стресс для колонии, но это все же еще и эксперимент. Такое ощущение, что они ее растягивают. Что же происходит в этой колонии? Нет, они ее не атакуют. Через лупу ничего не видно. Песок. Это минус песочных фармикариев, потому что муравьи оставляют некоторые песчинки на потолке, это мешает наблюдению. Одну секундочку, разверну фармикарий, чтобы вам было лучше видно. Сейчас. Так вот. Даю увеличение. О, ничего не слышали? Я нет. Ого, смотрите, во время записи ко мне прилетела тля. Ладно, не буду пока на нее отвлекаться. После покажу. Ой, придавил. А нет. Смотрите, муравьи стали переносить расплод. Сейчас найду ее. Вот он несет. И вот здесь вот. С чем он там оставил куколку? Ладно, продолжаем следить за нашей маткой. Так, я начинаю волноваться. Что же происходит в муравейнике? Уберу пока с арены лишние комки земли. Они там явно не в тему. Вот зачем есть и в проем личинку, а? Балда, муравей какой-то. А, это голова муравья. Что он там делает? Ладно, не важно. Ладно. 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 Хорошо. riche. Наконец-то муравьи освободили матку из своей кучи. Но что-то мне подсказывает, что она им вообще не нравится. Хотя, да, они атакуют. Ну, пошли вон. Ну, пошли. Отвалите. Да, переселение прошло не так, как я хотел. Вообще не так. Ладно, знаете, что я сделаю? Я сделаю вторую колонию и буду уже наблюдать за ней отдельно. А пока на этом все. С вами был я, Миша. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и в группу ВКонтакте. Ссылка, как всегда, будет в описании. Всем пока.